Игорь Владимирович Горькавый, директор Мемориального научно-просветительского центра Бутова. В контексте большой работы, которая сейчас идет по вековечению подвига новомучеников, особое место занимает традиция возведения храмов на крови. В момент разработки концепции мемориального комплекса на Бутовском полигоне нам пришлось обратиться к этой древнерусской практике. И некоторые результаты того исследования, которое мы провели, я хотел бы сейчас представить вашему вниманию. Очевидно, что сама эта практика вырастает из раннехристианской традиции сооружения ораторий и мартириумов на месте мученической кончины исповедников христианской веры в Древней Церкви. На самом месте мучения часто возводились мемориальные храмы, и некоторые из них сохранились до нашего времени. Такие, например, как храм святой мученицы Агнесы на гонное время, на пьяце Навона. Объектами почитания христиан становились со временем и тюрьмы, в которых содержались исповедники, мармертинская темница в самом Риме, и те места, где они принимали мученическую кончину, амфитеатры в Риме, Канделизей и в Лунгдуне, в теперешнем Леоне, во Франции. И многие-многие другие объекты, которые стали значимыми для христиан, потому что оказались связаны так или иначе с житиями исповедников и мучеников христианской церкви. Так постепенно память о страданиях и о подвиге, о последнем агоне, о сражении с князем века сего, запечатлевалось на картах римских городов, отражая и утверждая систему ценностей и приоритетов новой христианской Европы. С репликой этой древней традиции мы сталкиваемся уже в само время крещения русской земли. После временных лет рассказывает, что в Киеве на месте того дома, где приняли мученическую кончину, варяги Фёдор и Ан, их недавним гонителем и инициатором их казни, князем Владимиром, была построена церковь. Это знаменитая Десятинная церковь Пресвятой Богородицы. Она была возведена уже в 989-996 годах, и до открытия в Киеве Каменного собора Святой Софии, то есть до 1039 года, она являлась главным храмом Молодой Русской Церкви. Важно, что даже на столь близкой дистанции, павшей от рук киевских язычников, варяги и христиане воспринимались как свои, как погибшие от рук чужих. Уже при жизни святого князя Владимира и позднее в начале следующего XI века новокрещенная Рось столкнулась с трагическим противоречием евангельского учения и социальной практики, того образа жизни и способа властвования, который веками, точнее тысячелетиями, складывался на архаических ценностях языческого мировоззрения. Не только ветхий человек восставал против евангельских заповедей, его опорой и оружием становилась система смыслополагания, на которой опиралась далекая от христианства система социальных отношений. Был неизбежен конфликт, развитие которого стало одной из тержневых тем культуры Древней Руси, а в более широком смысле всей христианской Европы. Внутри одного общества существовали и неизбежно вступали в диалог, сталкивались различные мировоззренческие позиции и ценностные ориентиры. Святая Русь покрыта Русью грешной, как выразился об этом в одном из своих стихотворений Максимилиан Волошин. Своей предельной остроты эта тема достигала, когда речь шла о гибели праведника, принимавшего страдания не от иноверцев. Древняя Русь знала сравнительно немного мучеников. Можно сказать, что до монголо-татарского нашествия единственным собственным мучеником, который, правда, был прославлен только местным, был, собственно, святой Авраамий Болгарский или Болгарский. Но он был прославлен местным, а его общерусское почитание начинается только в XVII веке. От своих крещенных и православных соплеменников претерпели фактически за свое исповедание христианской веры многие праведники. И вот поэтому именно в Русской Церкви сформировалась, не знающая прямых аналогий на православном Востоке, традиция почитания страстотерпцев. Выделение их еще в Киевской Руси в отдельной, обособленной, хотя не всегда четко от мучеников, литургический, а географический чин стал одним из первых актов самосознания Русской Церкви. И, как видно из первоисточников, происходило без инициативы или даже при осторожном сопротивлении греческой иерархии. Так, уже в 1072 году, при новом перенесении мощей святых князей Бориса и Глеба, грек-метрополит Георгий, как сообщает нам после иных лет, «не бе тверд верою к нима». Другой извод летописи сообщает, что он «не бе верство, яко свято блаженное». Действительно, выросшая на традициях почитание мучеников и исповедников византийской, а география не выделяла подобного подвига, в основе которого терпение, вольное и стойкое перенесение страсти, страдания, бедствия, беды, несчастья. Смысловая грань между понятиями мученик и страстотерпец в ранних источниках не всегда обозначалась четко. Надо сказать, что опыт нашего исследования показывает, что все страстотерпцы в памятниках церковной гимнографии и в житиях называются и мучениками. Другое дело, что не все мученики, и точнее сказать, что мученики, как правило, не называются одновременно страстотерпцами. Страстотерпец – это прежде всего праведник, погибающий как мученик христианской совести. Он принимает смерть не от чужих и даже не от язычников, а от своих, от единоверцев. Он сам может и не обличать, но факт восстания на праведника каждый раз обнажает основную проблему этого мира, разницу между принятыми духовными обязательствами и реально существующей практикой жизни, словами и делами между должным и сущим. Вот этот трагический конфликт греха и благодати, вызов к обществу, призыв к осознанию ответственности и покаянию. Знаток русской географии Федотов считал, что святые страстотерпцы – самый парадоксальный чин русских святых. Его особый характер, с точки зрения автора, проявлялся в том, что русская церковь не делала различия между смертью за веру во Христа и смертью последований Христу, с особым почтением относясь ко второму подвигу. Я не буду, естественно, сейчас пересказывать известные всем хорошо сведения о мученической кончине святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Скажу только, что практически сразу после победы Ярослава Мудрого над святополком центром их почитания становится город Выжгород, куда были перенесены со временем тела обоих страстотерпцев. И тот факт, что русская церковь уже при князе Ярославе Мудром, судя по всему, до 1025 года прославила местно в лике святых мучеников, страстотерпцев, святых князей, а Киевская митрополия и Константинопольский патриархат в общее церковное прославление внесли эти имена, как показывают современные исследования Александра Николаевича Ужанкова в 1086-1088 годах, говорит о большом значении, которое подвиг святых князей страстотерпцев имел для христиан Древней Руси. Об этом же говорит и история сооружения каменного храма в Выжгороде, который я за неимением времени сейчас опущу. Однако, напомню факт малоизвестной широкой аудитории, который неизвестен просто потому, что храм в Выжгородске до нас не дошел, и только лишь из исследований археологов можно понять, что это был самый большой храм Киевской Руси. Дело в том, что его длина на 9 метров превосходила церковь, Успенскую церковь Киево-Печерского монастыря, которая считалась самым большим каменным храмом с того времени, и более чем на 10 метров превосходила длину Киевской Софии. Таким образом, самый большой храм Русской Церкви, воздвигнутый в Выжгороде, строившийся очень долго сторонами многих князей, освященный окончательно благодаря отчаяниям великого князя Владимира Василовича Мономаха, был посвящен именно русским страстотерпцам. Но гораздо больше внимания мне хотелось бы уделить тем храмам, которые возникли на месте мученической кончины святых страстотерпцев, на Альте и на Смедыне. Мы знаем, что святой Борис был застигнут людьми святополка на берегу реки Альты, сравнительно недалеко от города Переславля Русского, который сейчас на карте современной Украины называется Переславля-Хмельницким. На этой же реке Альты в 1019 году Ярослав нанес решающее поражение войскам святополка. И летопись красноречиво свидетельствует о том, что для Ярослава было важно найти то самое место, где пролилась кровь его брата. «Иста Ярослав на месте, и держа убивша Бориса, и воздев рутся на небо, и рече, кровь брата моего пьет к тебе владыка». Конечно, у Ярослава были все основания зафиксировать и обустроить это памятное место, поскольку его триумфальное возвращение в Киев трактовалось именно как отмщение за злоусотворенное святополком. Гипотезу о существовании уже в первой половине XI века на берегу Альты памятного княжеского монастыря высказала еще в свое время Академия Голубинский. Он не без оснований считал, что знаменитый церковный писатель середины XI века, Яков Мних и упомянутая в летописном варианте жития преподобную Феодосия, монах Яков одно и то же лицо. Это важно, поскольку братья Киевского монастыря не приняла, как вы помните, Якова, которого Феодосия хотела назначить своим преемником, поскольку он был пострижен на Альте и пришел оттуда с братом своим Павлом. Значит, задолго до 1074 года на Альте уже существовал монастырь. Вероятно, он был не общежительный, поскольку это был княжеский, ктиторский монастырь, но, тем не менее, в этом монастыре активно развивалось летописание и книжная деятельность. Голубинский также доказывает, что, скорее всего, Мних и Яков, известный нам как автор похвалы и памяти князя русскому Владимиру и возможный автор сказания о святых мучениках Борисе и Глебе, это одно и то же лицо. Сказание о страсти и похвале мученику Борису и Глебу вполне могло возникнуть в монастыре на Альте, поскольку это произведение связано непосредственно с историей мученической кончины святого князя Страстотерпца. Уже давно отмечено в литературе, что текст сказаний никак не вписывается в византийский канон житийной литературы, в византийский канон о географии. Как выразился когда-то Академик Голубинский, сказание не хочет быть настоящим житием, потому что оно есть только сказание об убиении их святополком. И вот это жанровое своеобразие текста вполне осознается и авторам, и многочисленными переписчиками. Надо сказать, что сказание имеет более 100 списков, более чем все другие произведения, посвященные подвигу святых князей в древней русской литературе. И вполне логично предположить, что написание этого сказания было связано с деятельностью Якова Мниха в монастыре на Альте, поскольку именно там, в Борисоглебском монастыре, было важно зафиксировать саму кончину великого Страстотерпца, показать его подвиг. Весьма вероятно, что основание монастыря на Альте произошло уже при Ярославе, однако, конечно, его расцвет был связан с выделением Переславского княжения и возникшей его границей в 60-70-х годах XI века епископской кафедры Переславской. Надо сказать, что эта земля позднее оказалась во владении Всеволода Ярославовича, и постепенно, благодаря усилиям Переславской династии, благодаря усилиям видимой братья монастыря на Альте, святой Борисович чаще стал восприниматься не только как общерусский святой, но и как патрон Переславской династии. Борисоглебский в пику альтернативному Глебу-Борисовскому культу, который формировался в это время в Чернигове, был особенно выгоден правителям Переславля русского, кроме того, ставших обладателями и залезских земель. То есть до 2015 года князь Борис Владимирович был правителем Ростова Великого, и как раз для его преемников, в данном случае для Всеволода и потом Владимира Всеволодовича Мономаха, конечно, подчеркнуть это тоже было очень важно с политической точки зрения. И вот мы знаем, что в монастыре на Альте при Владимире Мономахе в 1117 году, уже после освящения каменного собора в Вышгороде, строится величественный каменный храм. К сожалению, мы мало что о нем можем сказать, только разве что, что он был закончен до кончины великого князя, то есть до 1125 года. Гораздо больше информации сохранили исторические источники об обители, которую основал князь Ярослав Мудрый на месте убиения князя Глеба Владимировича на берегу реки Смедыни, у места впадения в Днепр, в окрестностях древнего Смоленска. Мы знаем, что уже к 1138 году монастырь этот существовал, и в его стенах был заточен, схваченный смолянами, изгоранный из Новгорода князь Святослав Ольгович. В начале XI века в Смоленске вел большое строительство Владимира Мономаха, Смоленск тоже вошел в состав его дела, а потом и в состав Переславской митрополии. Эту кафедру занимали видные церковные деятели, которые также, как и Яков Мих, оказались связаны с развитием почитания святых трастотерпцев Бориса и Глеба. Преоначальное текст сказания, как теперь выяснили ученые, был дополнен переславским епископом Лазарем, который до этого был игуменом в Идубицком монастыре в Киеве, а до этого был старшим священником в церкви святых князей Бориса и Глеба в Ишгороде. Таким образом, он был свидетелем чудес, неописанных в пространном варианте сказания. Надо сказать, что вот эти многочисленные литературные памятники дополняли уже сложившееся почитание князей Бориса и Глеба, а монастырь, который после выделения смоленского княжа в создании парки в 1136 году стал местом особенного внимания Смоленской династии, становится одним из духовных центров всей северо-западной земли. Князь Ратислав Матиславович был усердным почитателем князей-страстотерпцев. Об этом свидетельствуют имена его наследников. Двое из четырех сыновей князя носят христианские имена Бориса и Глеба, Романа и Давид. В 1145 году в монастыре на Смедыне был заложен величественный каменный храм. Окончательно он был завершен уже к 1150 году и стал первой каменной церковью в окрестностях Смоленска, в то время как Успенский кафедральный смоленский собор еще не был достроен. Это указывает на особое отношение смоленских князей к обители, так же, как, конечно, на это указывает и последняя воля князя Давида Ростиславовича, который в конце жизни принял постриг именно в этом монастыре, хотя в Смоленске, я говорю, к то время существовало несколько мужских обителей. И в этом монастыре он встретил свой смертный час. Конечно, о внутреннем устройстве обители в домонгольское время нам известно очень мало, однако, благодаря исследованиям археологов, мы знаем, что обитель эта существовала и пережила монгольское нашествие. Окончательное свое существование монастырь прекратил только в 1680 году, уже после польско-литовской интервенции. Но как раз благодаря исследованиям археологов мы знаем, что в этом храме, храме святых Бориса и Глеба, в соборе монастыря на Смедыне, князь Давид Ростиславович затеял любопытное строительство. Он фактически перестроил храм. Некоторые литописи говорят даже, что он его построил заново. Видимо, это было связано с возникновением при древнем соборе просторных галерей. И вот как раз исследователи смоленского древнего зодчества, Рапопорт и Воронин, которые пришли к выводу о значительном строительстве, которое пронодилось в конце XII века, показывает, что, видимо, это было связано с возникновением галерей, которые, в свою очередь, появились для того, чтобы в монастыре расположились важные святыни. Давид Ростиславович переносит из Вышгорода, хранившиеся там ветхие гробы святых Бориса и Глеба и, возможно, чтится святых страстотерпцев. Таким образом, накануне, всего лишь за 50 лет до монголо-татарского нашествия, в общих чертах сформировался тип храма на месте убиения праведника, невинного страдальца-страстотерпца. Храм этот сам по себе был уже мемориальным комплексом, поскольку включал в себя и само место гибели праведника в более-менее точном приближении, и церковь, где совершалось молитвное обращение к страстотерпцу, находились их иконографические изображения, местонахождение памятных реликвий, в данном случае святых старых деревянных гробниц. Выделение этих реликвий из общего пространства храма, если предположение археологов верно, в особых симметричном по отношению к алтарю расположенных апсидах, завершавших ходы галереи, может быть понято как намеренное разделение сакрального пространства на две зоны, одну внутри храма как собственную литургическую, другую в галереях как в большей степени мемориальную. И в завершение мне хотелось бы сказать, что, конечно, подобные храмы на крови святых мучеников возникали в русской истории позднее. Не буду сейчас за неимением времени останавливаться на истории возведения храма на крови в Угличе на месте убиения царевича Дмитрия. Скажу только, что потом еще два раза русское церковное зодчество обращалось к этой теме. Это всем вам известный храм Воскресения на месте убиения императора Александра II, храм на крови в Санкт-Петербурге. И, конечно, это храм на крови, воздвигнутый на месте убиения царской семьи в Екатеринбурге. Подведя краткие итоги нашего обзора, мы можем констатировать, что сражение храмов на крови – самобытная древнерусская мемориальная традиция, насчитывающая почти тысячу лет. Ее возникновение и развитие было связано с почитанием особого чина угодников Божьих, святых страстотерпцев. Само место гибели того или иного страдальца, как правило, не совпадающее с местом последующего захоронения его останков, отмечалось средством часовни, храма или монастыря. В большинстве случаев инициаторами выступали носители высшей государственной власти. Средство на крови и культового сооружения, очевидно, решало в контексте русской традиционной культуры сразу несколько задач. Это была форма сохранения памяти об убитом, молитва к уже прославленному святому, сохранение народной памяти, самого исторического события и одновременно предостережение современниковым потомкам, актуализация христианских ценностей в политической культуре своего времени и, как следствие, всенародное покаяние за пролитие крови праведника. Символическое соотнесение места страсти с Голгофой помогало преодолеть негативную смысловую окраску места кровопролития. Оно превращалось в основание храма, освещалось символическим пространством критической жертвы. Благодаря наличию храма, Дома Божия, находясь в котором человек хотя бы на время выходил за рамки земного грешного мира, вступал под сень благодатного присутствия Божия, место скорби, место преступления превращалось в место покаяния, очищения, катарсиса, примирения через покаяние грешника с Богом и через церковь со всем миром. Спасибо. Продолжение следует...